Всем привет дорогие друзья, с вами Механика, сегодня у нас серия новенькая абсолютно по кармеханик симулятору и вы только посмотрите что я нашел Да-да, это Камри, это Тойота Камри, такую вы по-любому еще не видели ни разу Это Камри Доминатор, по-моему где-то здесь было написано, я видел, да, вот на колесах написано Доминатор, короче, реальная Камри Доминатор Под капотом здесь стоит просто монструозный V8 Ну а сейчас посмотрим ее характеристики, а перед этим давайте сделаем проверку на реакцию Успеешь ли ты подписаться на мой канал за 3 секунды? 1, 2, 3, время вышло, надеюсь ты успел дружище, а если успел то красавчик И да, если уже подписан, то просто ставь лайк и пиши крутой комментарий Итак, смотрим что у нас здесь А как в нее залезть-то, э, э, через багажник? Не Блин, круто как сделано, ну через окно походу надо туда внедряться Но, к сожалению, не дают такой возможности Ладно, давайте посмотрим просто характеристики 558 сил Ну выглядит она так, как будто здесь сил 1000+, это же прям для Носкара тачка, да? Ну вроде как Ну короче, красивая Камри, ничего не скажешь Прям мне нравится, пожалуй, одна из самых красивых Камрюх Но, ребята, сегодня, как я и обещал, мы с вами отправляемся в гараж не просто так У меня есть донор для моей Ауди, которую я купил пару серий назад и говорил вам, что буду ее восстанавливать Это Ауди С6 Донор найден Это самое главное Теперь у нас есть мотор Мы выкидываем с Ауди ее убитый мотор Ставим туда абсолютно новенький двигатель Ээм Так, ладно, я потом тачки покажу вам Вот Вот здесь без документов донор Вот он, двигатель стоит Я не знаю, почему на Мерседесе стоит такой же двигатель Но не спрашивайте меня об этом Самое главное, что он подходит для нашей Аудюхи Теперь у нас будет мощная турбо-пурбо-вурбо-ауди С6 В старом кузове, но не менее крутая Так, что нам нужно сделать? Нам нужно открутить двигатель от коробки передач Снять по максимуму запчастей Кстати, может мы колеса заберем? Не знаю, сейчас посмотрим колеса, может тоже заберем В любом случае колеса нужно снять, потому что там привода вынуть, все дела Сейчас снимем колеса Снимем стартер По максимуму заберем с донора Все равно тачка без документов Как бы ничего с ней сделать Она куплена чисто на запчасти, задешево Так, откручивайся Все, катки у нас почти есть, кстати Тормоза хорошие Давайте пока, наверное Ладно, пока мы двигателем только займемся Катки потом, что-то решим потом с этим Ой, что-то так громко звучит это все дело А, ладно Ладно, надеюсь вы меня слышите хорошо Итак, что нам нужно? Я немного еще не докрутил Нам нужно открутить кардан А что у меня машина по-вашему не на подъемнике, что ли? На подъемнике, говорят, надо откручивать Она типа у меня на земле стоит, да? Так Берем, значит, кардан, откручиваем Откручиваем, откручиваем, откручиваем И откручиваем Теперь снимаем коробку Ага, стартер сначала снимаем Коробочку снимаем Вот я, кстати, не уверен насчет Ауди Какая там коробка Так, теперь Подшипник Корзину Странно, почему здесь Типа подшипник, корзина, сцепление Если коробка, допустим, автомат Но здесь не учтено Что коробка может быть автоматическая Так Все остальное мы не трогаем Ни подрамник, ничего не трогаем Здесь, видите, интересно Рейка внедрена прямо в поддон Но мы это тоже не трогаем Так Масло у нас выльется или нет? Не знаю, сейчас посмотрим Не хочется сливать масло Где наша Подождите, где он? А, вот, вот Я уже думаю, где ты? Где ты, думаю? Не туда поставил Перенести оборудование на подъемник 1 Ну, вы видите, да? Что тут стоит? Машины какие? Ну, потом покажу вам их Наверное, в следующей серии Итак, нам нужно Блинский, блин Все-таки не дает мне так сделать Ну, штрафанули бы меня Да и все Ну, какие проблемы? Где это маслоотсосник этот? Ага, вот он Так Берем его на подъемник 1 И используем Пошло слив масла Я не знаю Типа было бы прикольно Если бы здесь была где-то пробка Ты ее откручиваешь И масло сливается Но, к сожалению, такого нет Так, перенести назад Угу, понятно Нужно опустить тачку Жалко, что не работают здесь вот эти кнопки Типа, ну, просто жмешь и жмешь Жмешь и жмешь просто Так, использовать, снять двигатель Прекрасно Теперь у нас есть двигатель Перенести на подъемник 2 Ну, и сейчас произведем установку двигателя В Audi S6 Напоминаю, что это Audi S6 Вот она Audi Где-то здесь написано А вот Audi RS даже 6 Вот так вот Не в S6 А RS6 Так Устанавливаем двигатель Соответственно Вот он АХК-шный Новенький двигатель Идеально он просто сюда вошел Теперь наша задача Доделать его То есть Сейчас поставим машину на ход Возьмем сидение Так Что нам не хватает Нам не хватает Доукомплектовать Маховик Диск сцепления Корзина сцепления Стартер нужно будет После коробки Обязательно поставить Не забыть Так Выжимной подшипник Есть такое дело Коробка передач Вот знаете, что непонятно Такое ощущение Что у нас Ауди Получается Заднеприводная Это конечно Будет фиаско Если это так Я очень надеюсь Что все-таки Привода будет полный Зачем нам Ауди RS6 На заднем приводе Что за Дрифтовый Такой корч гибрид Зачем мы Мерседес тогда Разбирали без документов Так Тем не менее Нам нужно Что Нам нужно Кое-что Так Ладно Нам нужно Сидение Взять С Мерса То что Без сидения Так А мы не можем Ее поставить Да Мы не можем Ее никуда Переместить Блин Без колес Не хочет Она никуда Перемещаться Подождите А в покрасочную Ага Понятно Без колес Не хочет Перемещаться Так у нас Здесь и места Нет Ладно Убираем дверь Тогда Нам нужно Сидение Так Если салон Вот так Сидение И руль Нам нужен Ну давайте Второе сидение Тоже возьмем Надеюсь Что они подойдут К нашей Ауди Ну просто Не хочется Сильно заморачиваться Именно С покупкой Прямо оригинального Так Руль Ставим Отлично Руль какой-то Модный Поставился Хорошо Хорошо И масло Нам нужно Залить Теперь Где у нас Маслозаливная Горловина Вот она Все Заливаем масло Сейчас поедем Тестировать ее Скорее всего Еще аккумулятор Сел Ивангую Что аккумулятор Тоже сел Сейчас поменяем Наверное Сразу аккумулятор Я не знаю Есть у меня В наличии Или нет Посмотрим Так Масло Что еще Ага Все Все масло Масло Есть Масло Масляное Аккумулятор Пожалуй Снимем Так Давайте Установим Сюда Тем более Что вроде Как у меня Есть уже Один На зарядке Стоял Не 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 Вот этот Нужно Зарядить Вот этот Зарядить А тот Поставим Короче Пускай Заряжается Новий Новий Сейчас Поставим Так Ну-ка Установка Деталей По-моему Зажима Не хватает Вот такого Хомут А Скорее всего У меня его нет Блин Нам нужно купить Эти хомуты А Потому что Без них К сожалению Ничего не получится Так Хомут Хомут А Купить Четыре штучки На всякий случай Но они нужные Сами понимаете Типа Часто используются Где-то Такая мелочевка Которая реально Иногда прям Стопорит жестко Так Есть 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 И Че ни одного Не было что ли Жесть Опа Так тут и радиатора Нет Вернее он есть Но он Такой Немножечко убитый Попробуем его починить Сейчас посмотрим Вдруг Получится его Как бы Заварить Запаять Так Радиатора Здесь Нету Понятненько Давайте посмотрим Какой тогда Здесь нужен радиатор Так Установка Радиатор А Нужен Понятно Погнали Купим радиатор А тогда Ра Радиатор А Так Так это Есть Корпус Вентилятора Для радиатора А И Вентилятор Радиатора Наверное А Да Наверное Такой Думаю Посмотрим Сейчас Так Радиатор А Есть Корпус Корпус Б Нужен Радиатор А Корпус Б Вот это Прикол Так Ладно Корпус Б Один На Капот Б Радиатор Б Вот Не знаю Этот Что ли Вряд ли Этот Скорее Все Не тот Купил Вентилятор На Капот Б Короче Поняли Да Нужен Вентилятор На Капот Б И Вентилятор На Капот Б Вот Этот Скорее Все Типа Первый Второй Раз Два Три Все Установлено Смотрим Чего еще Не хватает Так Не хватает Модуля АБС Его просто Нет В принципе Вообще Так Давайте Напишем АБС Модуль АБС Но я бы На самом деле Блок Поменял Потому что Блок Прямо Ну видно Что он Мертвый Так Демонтаж Деталья И Установка Деталья Гидравлический блок Новый И Модуль Новый Зачем Я купил Надо было Смерса Снять Блин Если двигатель Такой же Наверное Это все Такое же Ладно С тормозами Потом Разберемся Тоже Переставим Наверное Смерса Все Давайте Попробуем Поехать Прокатиться Надеюсь Что она На ходу Теперь Так Куда Поедем Куда Поедем Скоростной Трек Понятно Внедорожный Трек Тоже Нету Заброшенный Аэропорт Есть Есть РС6 Сейчас Поедет Ребята Это уже Интересно Сейчас посмотрим Как она Едет Честно Говоря Учитывая Что в целом Мотор я Как бы Не собирал А просто Взял его Уже Готовый Это Достаточно Простая Сборка Но Учитывая Сколько В целом Этих Моторов Я пересобрал Мне бы Не хотелось Просто Возиться И поэтому Я решил Собрать Машину Уже Практически На готовых Деталях Это Как понять То же Все Вроде То ли Вообще Передний Привод То ли Полный Привод Я Я не понимаю Но Не задний Точно Учитывая Что у нас Есть Кардана Шлифуют Передние Колеса Но Двигателя Не хватает Конечно Это Ну Какая же Это RS6 Скажите Что это За RS6 Такая Давайте Просто Разгон До Сотки Замерим Смотрите Раз Два Три Девять Где-то Десять Секунд Я Насчитал Ну Это Блин Это Че Это Ну Это Несерьезно Ну Как Так Новый Двигатель Сюда Поставлен А Он Вообще Не Едет Здесь Даже Может Дело Не Двигатель А В Коробке В Супер Тормозной Потому Что Смотрите Раздуваем В отсечку И Он Просто Сдувается И Не Понимаю Что Не Так Ну Это Странно Как Минимум Потому Что Ну Так Не Должно Быть Максималочка Наверное Какая Это Будет Сейчас 160 170 180 190 И Ушел Просто Жестко В Контейнер Не Не Ну По Сути Что Наш Корч Потихонечку Оживает Это Хорошо Я Я Согласен Что Это Уже Хорошо Корч Потихонечку Начинает Оживать Даже Я Зафотаю Пожалуй Ну Конечно Вы Понимаете Что Еще Кучу Надо Вовнешку Вкинуть Доделать Там Доделать Здесь И так Далее Но Сейчас Мы Просто С вами Для Сравнения Прокатимся Пойдем На Мерси Там Двигатель Конечно Немного Не такой Стоит Но Там Ничего Сверх Естественного Нету Блин Ну Прикольная Конечно Прикольный Корч Ничего Не могу Сказать Интересно Самое главное Что она На ходу Теперь Ладно Вернемся В гараж И давайте Попробуем Действительно Сравнить С чем Понять Вообще Как она Едет Эта машина Плохо Хорошо Нормально Она едет Так Я не помню Какой двигатель Стоит На Форде По-моему Форд Ехал Бодрее Вот Что-то Мне так Кажется Но Форд Прям Там Конечно Очень Хороший Был Так Как видите У нас Ешка Непростая Е63 AMG Все дела Ну Просто 63 Не 63 С Так Погнали Наверное На ней Съездим Посмотрим Что Что Да Как Так Заброшенный Аэропорт И Где Вот это Что ли Вот это Купе Лид Странно Почему Она Купе Есть Она Вообще Купе Ни разу Ну Ладно Попробуем Сейчас На ней Прокатиться Посмотрим Как Она Себя Поведет Мне Кажется Что Она Пободрее Будет Хотя По сути Audi Была Прям Она Легкая Да Не Ничего Она Не Бодрее Ну Как То Может Едет Чуть Поинтереснее Подвеска Хорошо Работает Машину Никуда Не Кидает Не Кринит Да Это Есть Конечно Такое Но В целом Я Ожидал Большего Так Вам Скажу Я Прям Серьезно Ожидал Большего Слушайте Ну Вот Что Она Даже Небольшой Занос Какой Показывает Странно Что Колеса У нее Не Заваливаются Как У Мерса Ну Как Должны Заваливаться Типа Вот Как Правильно Это Должно Быть Именно На Мерсовой Подвеске Здесь Такого Нет Они Просто Поворачивают И Все Но В целом В целом Когда Эта Машина Стоит Она Производит Лучшее Впечатление Чем Когда Едет Поэтому Давайте Мы Вернемся В гараж Машина Неплохая Но Далеко Не то Чтобы Я хотел Катать Именно Постоянно Ну По крайней мере В этой игре Не знаю Я ее зачем Купил Не просто Увидел Такой Думаю Блин Ну Классная Тачка Конечно Классная Прям Посмотрим Что нибудь Может С ней Сделаем Дальше Пока Пусть Постоит Здесь Как видите Она В гараже Реально Смотрится Гораздо Лучше Чем На улице Так А что У нас Здесь За мотор Стоит Здесь Вообще В6 Стоит Ладно Я думаю Что в целом Как бы Проект С пикапом У нас Закончен Мы его Оттюнинговали Очень хорошо В прошлой серии И поэтому Я думаю Что его В принципе Можно уже И продавать Он полностью Новый Чуть Чуть Немножечко На нем Прокатился И можно Продать Так Хотел Я вот Еще Заброшенный Аэропорт Вот эта Вот машина Мне не дает Покоя Потому что Ее нет В гараже И Обычно Можно покататься Только на том Что есть В гараже Но ее Нет В гараже Но я могу Почему-то На ней прокатиться Я не знаю Где она стоит Где она спрятана Но это Как вы понимаете Хуниган Это настоящий Монстр Двигатель Есть Карбюраторный Посмотрим Что это будет Вот это Да Обороты Очень быстро Взлетают Да Но это Настоящая Зверюга Просто Понятное Дело Что Серийным Тачкам Ну просто Это Недосягаемо Такой разгон Видите Максималка Достигнута 200 225 Км в час Тут чисто Как Кенблок Учил Очень дымная Машина Очень круто Едет Напоминаю Что это Кармеханик Симулятор Мы должны Здесь ремонтировать Тачки А мы тут Просто Дрифтим На На Мустанге Получается Кенблока Блин Ну красивый Мустанг Ничего не скажешь Реально Красивый Я думаю Что Его Наверное Не надо Будет Продавать По моему Там было Кстати Две версии Две версии Моторов Сейчас мы Выйдем в гараж Посмотрим Какой здесь А хотя Как мы Посмотрим Если нет В гараже Ну может Сейчас Появится Кстати Мало Ли Вдруг Что-то Залагало И она Пропала Сейчас Появится Сейчас Увидим И возможно Я думаю Что На парковке Нет места Парковка Вся Заставлена И Поэтому Она Нигде Не появляется Да Посмотрите Ее нет Здесь Нет Здесь И даже Тут Ее нет И нет Вот здесь Ее Ну короче Нигде Ее нет В гараже Но при этом Она есть То есть Она где-то Где-то здесь Призрак Этой машины Обитает здесь Честно Разочаровался С этой аудюхой Не знаю Что с ней делать дальше Свапнуть ее Нельзя Ни на что Как видите Вариантов Мотора Нету Вот варианта Замены Видите Здесь обычно Пишут Что за На что Можно поменять Здесь нету Ничего Такого Вот здесь У мерседеса Написано Что-нибудь Да Смотрите Ка У мерседеса Можно поставить Суперчарджер У него стоит В8 Донс 4х4 А можно поставить Суперчарджер Вот это Уже Интересненько Пробег У него Один километр Кстати Так Мощность Сейчас 340 сил И Наверное Знаете Что Так С этого Запчасти Мы оставим Я думаю Что Наверное В следующем В следующем Проекте Мы с вами Начнем Сюда Устанавливать Суперчарджер Давайте Просто В целом Посмотрим Можно это Сделать Или нет Так Подождите Доступ Со стороны Моторного Отсека Я где Или надо Обязательно Его поставить На подъемник Так Не хочет Что ли Вот это Я не понял Сейчас Прикола Так А Прикиньте Не дает Разобрать Там Ну Казалось Бы Ничего Такого Я не Просил Коллектор Не дает Снять Нужно Слушайте Наверное Много Что придется А Подождите Вот Дроссельные Заслонки Нужно Снять Дроссельные Заслонки Снимаем Снимаем Коллектор И по идее Сюда Можно Поставить Суперчарджер Так Это не то Идем Магазин Посмотрим Сейчас Доступно Ли сюда Суперчарджер Или нет Так Ну В8 Вот так Наверное Напишем Что ли Где тут Суперчар Вот Охв Пускной Коллектор Нагнетателя Нагнетателя В8 А у нас Какой У нас Наверное Вот этот Сейчас Посмотрим Так Там еще Под два Карба Было Типа Нет Подождите У нас Какой Мотор Блок Цилиндров В8 Так Нагнетателя А сам Нагнетатель То есть Где-то Здесь Или нет Его По идее Должен быть Еще и сам Так Есть Нагнетатель Да Вот он Причем Два Их Видите Какие Возьмем И такой И такой Возьмем Но я не знаю Возможно Блоки Разные Понимаете В чем Прикол Возможно Реально Разные Блоки И поэтому С другой Стороны Нет Вот они Видите Все В8 Вот В8 Вот Вот И вот А он Просто Такой же Типа Но с Нагнетателем Должен быть Правильно В8 Донс Суперчарджер В8 Донс Суперчарджер Так Ну-ка Да просто Уж Интересно Как бы Нет Все равно Здесь нужен Видите Впускной Коллектор Он предлагает Поставить Но мы сейчас Посмотрим Какие мы можем Взять Впускной Так Такой Такой Впускной Ну давайте Может быть Такие еще Проверим Я не знаю Просто Ну Глупо Конечно Вот эти Смотреть Но может быть Блин Ничего не Подходит Видите А может быть Дело в головах Может быть Дело в головах Что С этими головами Не поставить Возможно Кстати Не 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 Снимаем Все Тогда Снимаем Головы Ну По идее Да Здесь Как бы Есть Логика Уже Так А что Можно Свечи Не Снимать Можно Сразу Клапанные Крышки Снять А головы Не Знают Снимаются Или Нет Просто Клапанные Крышки Да Снимаются Головы Отлично Мох Как тут Много Все Разобрать Надо Чтобы Снять Головы Ладно Ребят Тогда Мы Процессом Разборки Нового Абсолютного Мерседеса Займемся В следующей Серии В этой Серии Мы с вами Сделали Корч И я Разочарован Поэтому Не знаю Стоит ли Продолжать Или нет Напишите В комментариях Стоит ли Что-то Дальше С ней Пытаться Сделать Типа Восстановить До конца Или не Стоит Потому что Она Не Прет Вот сюда Мы можем Попробовать Интегрировать Нагнетать Или возможно Мерседес Поедет Гораздо Веселее Ну а на этом Все Если вам понравилось Ставьте лайк Пишите комментарии На этом Все Всем пока